Привет, мои биатлонные друзья! Все мы замерли в ожидании завтрашнего заседания исполкома IBU, где будет наверняка решаться вопрос и по недавним допинговым обвинениям в адрес российской команды. Предчувствия, честно говоря, очень такие неприятные, потому что ходит много слухов о том, что может быть принято решение о временном отстранении российских спортсменов. Конечно, приятна новость от нашего посла в Австрии, который сказал, что конкретно никаких доказательств вины россиян нет. И мы надеемся, что исполкома IBU все-таки примет взвешенное решение, основанное на презумпциях невиновности, а не желании всех покарать. Но, тем не менее, зная состав исполкома IBU, зная позиции многих его активных членов, мы готовы к худшему и можем ожидать всего, что угодно. Ну а сегодня побывали на медиа-ужине, организованном оргкомитетом этапа в Хахфильцине, за что следует поблагодарить Франца Бергера, многолетнего главу оргкомитета этих соревнований, бывшего рейс-директора IBU и настоящего профессионала, который прекрасно выполняет свою работу. И, соответственно, можете посмотреть небольшой репортаж об этом вечере, где было много музыки, напитков, штрафных 150, и участвовали в этом как журналисты, так и первые лица IBU, представители команд. В общем, было весело. Можете окунуться в эту внутреннюю атмосферу, посмотреть, что такое биатлон. А у нас, как принято говорить, что такое биатлон, как обычно, выпив он, выпил стопку и откинул, как отстреленный патрон. И, соответственно, в том, что такое биатлон. И, соответственно, в том, что такое биатлон. Акциденты не были не так планированы, и они всегда приходят в плохом момент. Это уже три месяца, после того, как мы провели нашу прогресс в Курице, и, соответственно, в том, что новый борт был выбран. Курица. 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 Ну все, пора домой.